Квартира холодная, люди жалуются. Больше месяца жильцы многоквартирного дома номер 37 на улице Ленина вынуждены жить в спартанских условиях. Постоянные проблемы с водой, теплом. Причина – затянувшиеся ремонтные работы. Отопление не в полном объеме подается в квартире. Не знаю, в связи с неправильной установкой системы отопления или чего, но в большинстве квартир греет одна секция батареи. Все остальные секции не греют. То есть неправильное подключение системы отопления. Со дня на день столбик термометра на улице опустится ниже 10 градусов мороза, а к концу ремонтом и перебоем с теплом пока не видно. В квартире холодно, снег лежит, все. У меня двое маленьких детей, жены, грудничок, ребенок. Все заболели. Отвечать на вопрос, когда завершатся работы, представители фонда капитального ремонта напрямую отказались. Говорят, работы много. Мол, таких объектов у фонда 400 штук. Правда, официальный ответ на бумаге все же предоставили. В письме указано, капитальный ремонт фундамента и покраска фасада завершены. К приемке готова и система теплоснабжения. Электроснабжение тоже в порядке. Осталась часть работ по водоснабжению. Заменить стояки возможно только с помощью городской администрации. Но содействия со стороны мэрии пока нет. В письме все неверно. Мы с этим сталкиваемся уже часто. То есть, директор фонда может такие письма писать даже на правительство, потому что последнее письмо было на правительство. Совершенно неверную информацию дает, не зная, какие цели он преследует и почему он так делает. Документально у нас зафиксировано. Таких писем у нас не поступало. Ни входящих писем нет. Ни номера входящего. Поэтому все, что написано в этом письме, все неверно. То есть, ничем не обоснованная ложь. Без действия ответственных сторон, в частности фонда капитального ремонта, вынуждает отчаявшихся жильцов обратиться в прокуратуру. Жители говорят, готовы дойти до самых верхов. Главный вопрос жителей. Почему истории дома, отрезанного от сети отопления накануне зимы, правоохранительные органы не заинтересовались до сих пор? Августа Степанова, Роман Ларин, Алексей Меркулин. Телеканал «Алмазный край».